в предыдущих сериях вот короче тут мы живем это самая глубочайшая щель тебе письмо от мамки жду тебя на днище первый уровень край бездны 2 уровень 3 уровень четвертый уровень я не могу шутить до таких вещах 5 здравствуй и риме и слушай как-то раз люди нашли место где кто-то устроил смешную нарезку людей и вот среди этих людей звездный компас он показывает на бездну в глубине которой из золотой город и вы реально мы поверили мы уже месяц плывем по этому компасу ну да зачем почему ну знаешь сюжет туда-сюда ну ладно пойду тараканов ловить есть чего-то захотелось тебя какого цвета поймать капитан компас он показывает вниз не может быть одинокий остров море как неожиданно и приятно созданный в бездне солнце вспыхнувшее в золотом городе друзья мои вы все устали я тоже а куда деваться вы же не хотите тут с голоду опухнуть правильно давайте булки в руки наверх кто последний того и съедим еды то у нас больше нет да кажется едой сегодня будем мы в звуке она то не смешно да ладно тебе я найду с ними общий язык смотрите ребят в шлем блин я даже не понимаешь мы не мы так немного видосов оймел засмотрели что даже не помню как у него голос голос был герой щита видосе да общий язык с ним будет тяжело найти я так понял эти люди пришли сюда довольно давно и информацию о бездне они просто так не выдадут билов что он хочет говорит что он выдаст нам всю информацию о бездне если мы отдадим ему звездный компас как ты его понял шоу интуиция вояка кто это я я не знаю она увязалась за мной когда мы отошли от лагеря мне кажется или у нее на спине что-то тут написано дети облом снять с пробега я так понял ее хотят выкинуть в бездну из-за ее бесплодия снять с пробега мне кажется они немного поторопились с выводами ну что ж счастливо да может мы едва нет же мы можем оставить ее как проводник местные уж побольше нашего будут знать про бездну ну любая помощь пригодится что-то пропасть отсюда совсем уж не видно я пойду заберусь повыше осмотрюсь и мигиря маха гурури что что с ним я не понимаю переведи пожалуйста значит говорит что при подъеме наверх человек будет атакован проклятьем мне казалось что когда он начал говорить что он сейчас начнет петь этот как его опенинг первый из дезнота ты поняла какое-то действительно полезная штука ну и на этой позитивной ноте нам надо двигаться дальше в золотой город слова визуке она которая нас безусловно вдохновили заставили нас двигаться дальше и дело конечно же не в том что мы просто не можем вернуться обратно все мы хотели увидеть тот самый золотой город не знаю зачем это надо спрашивать у сценаристов и вот мы кое-как на кое как или и добрались до устройства похожего на лифт наконец-то в нем спасибо на в андре да мы нормально выстегнули я рада что мы все еще живы ребята видимо это и был тот самый золотой город он был безумно красив но тогда мы еще не знали на какую же бутылку у нас посадят спуск был дольше чем я думала чуть я утомилась вот слушать а давайте наверх письмо отправим пусть знают что мы все еще живы на у тебя фонарты рисовать на кое-каком сайте я обмазывала коробку жижи который отпугивает птиц наш саж будем надеяться что эта посылка все же достигнет поверхности хотя шанс этого конечно же крайне мал похоже это жижа на них не действует да ты не расстраивайся наверняка и твоя мама не раз так облажалась и это еще что на начи свисток прыжка пропала видимо кто-то отобрал шар у той птицы отследил нас обогнул ловушку рэга и вернул нам это письмо эти про пидоры нас явно недооценивают проект на начи тут мы не что-то нашла у них как бы сказать филейная часть зашита это волосы рэг ты можешь отследить вора по этим волосам что это ваше срика волосы черт волосы и вправду пощипаны что же они творили с нами пока мы спали запах прыжки доносится оттуда смотрите там на входе тот же символ который оставили на нашем рисунке и что это значит понятия не имею но мостик уж совсем какой-то хлипкий а те сверху таки ждут пока мы пройдем по нему прыжка 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 ладно идем чтобы нас не съели те напердыши сверху надо немного подымить сус на ночь я слышала рик за нами кто-то следит рика тревога ну мой выход так секунда сейчас сейчас я зашел я зашел нет ну чего молчите ухо чьё-то челюсть висит ребра тут чё люди тихосмотр проходили ох уж это мэйня просто то битта то ее плохо держит она бездумно прыгает то ей наносят дамаг а потом у кого-то кусок жопы отрывают за это кстати говоря на бусте вы можете посмотреть как я тебе язык прикусил вы можете здесь услышать и увидеть она бусте мы смотрели созданный в бездне все сезонные записи собственно говоря там и есть между прочим это я не знаю что это это школа вон там что это ваще и ухон дебурусу что так вы сверху здорово пацаны я маджикаджа для вас можно просто маджикаджа а за свисток спасибо его скоро обработают так это вы украли прошку белый свисток камнем занимается профессионал идемте так стоп мы сейчас на шестом слое и вы предлагаете нам подняться не ссы не знаю почему но здесь нет силового поля а эти жидкие они пустышки ну да видимо бывшие люди но вот кто это люстра на ножках я не знаю мы пришли пружка пружка она говорит что ей по кайфу ну почему если правильно заточить камень он приобретает новое свойство оставьте его в покое пока он не закончит тело всех пустышек в той или иной степени не соответствует их желаниям но вместе с тем пустые больше не могут покинуть эту деревню эй продолговатый парень в розовом оставь мою пенис да 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 я помню этот момент и как у меня жопа на нем горела сучара глупый идиот как вы как выяснилось потом что он просто про ту пенки дак покое и выдумывается риз на себя помяли и как теперь тебя размять вы можете подвинуться дай сюда сейчас все на место поставлю но но чит тюнила видела 1 патологоанатома которые трупов как торты нарезал вот там было зрелища и так себе Ма, какова была ценность этого существа? Она бесценна! О, уравнивание начинается. Что это? Этот парень нанес ущерб твоему существу. И теперь ущерб нанесется ему самому. А это не перебор? Ты ведь сама сказала, что мы не бесценны. Это было образное выражение? Ну она же по факту бесценна, она живое существо. А живое существо бесценно. Всё, уже поздно. Если воровство это преступление, зачем вы украли пружку? Её принесли снаружи, а там наш закон не работает. Это наша валюта и ваша компенсация за ущерб. Я пойду суставы смажу, а вы можете пока купить еды. Говорила я, не бери блюдо, которое двигается в тарелке. Река, иди пару дров сожги. Уголь будем активировать. Как-то там слишком оживлённо. Маджикаджа! Куда все идут? На фапу-ту посмотреть. Она может ходить куда захочет, но обычно прячется. Идёт куда хочет, но обычно прячется. Это может быть тот, кто оставил каракули на нашем письме. Погнали на нас! Стой! Рика в таком состоянии оставлять нельзя. Один справишься? Пустышка? Но она не потеряла форму, как на Начи. Рексос, а где рука, Сас? Ты кто? Это ты оставил то послание? Юй-яй! Что? Что там? Она слишком сильно смотрится. Э? На Начи, а что ценно для тебя? Ну, Митя. Митя, знаю такую. Её принёс человек в маске, который постоянно повторял изуми... Куда она меня принесла? Рек, что с тобой? Ты забыл это место? Сас, послушай, возможно, не культурно вопросом на вопрос отвечать, но... Ты кто? У меня такое чувство, что я тебя уже видя! Мне надо проверить, Рек ты или нет, Сус. Потом на твой вопрос отвечу. Сас. Ну ладно, я не против. Это тоже. Хватит тебе не ухать. Ммм... А это что за рана? Не-не-не-не, она ещё не зажила! А, да, у неё что-то какая-то жесть была, ему чё-то это, через пупок жопу вытащить, по-моему, пытались. А вкус такой же. Дай-ка я ещё кое-что проверю. Не-не-не, я так не могу! Вдруг ты меня и там ещё продырявишь, буду потом, как из Леки. Всё, короче, я ливаю. Рек, ты... Куда? Слушай, у меня там напарник от диареи, скоро вывернет, я пошёл. Рек, ты хочешь жить с теми людьми? Да. Ох, уж эти японские туалеты, никак не привыкну. Да, точно. Рек, ну иначе, вы видели это? Где же они? Так, ладно. Вы не знаете, где Маджикаджа? Улибари. Вон там? Там? Здравствуйте, вы не знаете, где... Слушайте, это перебор. Даже для бездны это перебор. Перестаньте, нас забол... Ура! Иди сюда! О, всё, парни, обижать будут, не обижайтесь? Спасибо. Слушай, будешь маме вышибалой? Ты ведь не против? Её жопа похожа на бритый мужской подмородок. Знаешь, когда мужчина прям такой брюнет. Да-да, это... Сигма. Это не против... О, это столовая? У меня как раз зерия закончилась. Эээ... Мне вон, как у того парня в жёлтом. У него хлебание, как мой. Наверняка смогу съесть. Эээ... Как это есть-то? Опа! Наё! Спасибо, вам я здесь на пусти! Не буду читать книг, потому что я не уверен, как правильно. Чё, вкусно? Эээ... Так ни один каджа понимает наш язык. Есть и другие. Например, вон тот парень в форме вешалки. Вазукян. Белов, это мы, открывай. Белов. Да, чё-то я немного под... Митти. ...терялся. Двадцатиэтажный конь подкрёлся незаметно. Грёбаный Яндекс-Навигатор. Этот педант предвидит мои действия. Опа! Опа! Чёрт, мне не за что ухватиться. О, робот, тёска. Ты чё, за мной следил? Юи. Понятно. Ну ладно, давай. Спасибо, что спас. Мне надо в деревню вернуться. Деревню в другой стороне. Так ты разговариваешь? Видимо. Чё-то животные более агрессивными стали. Здесь нет отпугивателей. Чего нет? Те звери, фаршированные волосами. Отпугиватели. Так ту записку вы вместе оставили? У тебя повреждена память. Может быть, тебя кто-то когда-то сильно ударил током. Слушай, голос робота такое ощущение, что это этот... С канала Мистер Негатив. Голос. Или же у тебя сел заряд. Скорее то и другое. У него просто похоже из-за обработки. Чисто же обработка. Веселишься? Да, с утками. Утки, это хорошо. Ну ладно, давай, я пошёл. Ещё не ушла? Простите, а можете сказать, куда ушла ушастый полуробот? Около деревни есть яма, куда никто не ходит. Возможно, они пошли именно туда. Да-да. Женщина! У тебя чё тут грязь терапия, что ли? Знаешь, история нашей деревни... Короче, ты рагест на ночи можешь найти? На-на... Кажется, я чувствую сигнал, но... Как видишь, я немного приковано, и... А чё так можно было, что ли? Слушайте, если я голый выйду, меня ведь ни в чём не заподозрят. Да, со штанами на голове вообще беспалево. Мы пришли. Дом Белафа. Но он не должен видеть, что я здесь, поэтому давай, иди одна. На-на... На-на-чи! Ты чё тут разлеглась-то? Ракхер пойми где, и ты тут в отрубе лежишь. Она обменяла себя на Митти. Обменяла? Ей стало жалко бессмертную Митти, из которой я высасывал внутренности. И на-на-чи выкупила у меня Митти взамен на себя. И теперь она останется здесь навечно. Да и к тому же она сейчас под барбитуратом, и поэтому вряд ли она проснётся. Чё ты угораешь, что ли? Слушай, давай я тебя выкуплю на-на-чи. Тебе кусок волос хватит? Ну, ногти ещё могу насыпать. Человеку в маске я отдал половину своего тела, все конечности и половину органов чувств. Взамен на то, чтобы он позволил деревне скопировать Митти. Волос и ногтей мало. Помимо этого, отдай мне свои глаза. Или ноги. Или половину внутренностей. Не волнуйся. На-на-паху, что ты не выживешь. Я сделаю так, что ты не умрёшь. По крайней мере, сразу. Ну, хорошо. Тогда можешь забрать... Ну, надо, тяда. Все те, кто с ним торговался, отсюда не выходили. Но... Наначи же... Куда вы меня тащите? Нина, простись! Ну, как всё прошло? Нину купили. Ладно тебе, не переживай. От собственника к собственнику цена всегда падает. Подкопишь деньги и... Эй, хрен с ним, пошли кино посмотрим. Что? А как же она... О, чё это? Жители заманивают существ извне и охотятся на них, чтобы повысить ценность деревни. По-моему, наоборот, тут на жителей охотятся. Стоп, 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 там уже прыжка! И уже свистнут! Послушайте, уважаемые, сюда сейчас летит огромная неоформленная масса. Вам нужно бежа... Нормально вы её заточили. Сколько к атаке? Он говорит, что не может бежать, потому что прирос к своей мастерской. Да, здоровяка-то, конечно. Ку-ой, наш охранник. Атаковать без формы... Да, меч. Меч-дилдо. Дилдо-меч. Масса дубины, это отличная мысль. Вот и помер, дед Максим. Кажется, я знаю, что делать. Маджи-каджи, поехали! Куда? Мы прокачали эту каджу. Каджи, получил немного волос и преобразился. Эй! Сопля! Каджи, гони! Крика, не доби! Прыгни к аппарату! Каджи, осторожно! Ловко уклоняешься. Я просто споткнулся. Вот он, отражающий туман. Ждите! Да. Мне нравится Каджи. Просто его выражение лица. Максимально чиловый и довольный. Е-е-е-е. Смотри на них. Коська, Коська. Все, кто не смотрел это аниме, зря вы его не смотрели. Аниме прекрасное. Рекомендую. Да, травмируют вас вообще. Река, дунь. Дунь в меня, Река. Давайте дунь, блядь. Два ядра, два гига, боевая видеокарта. Так вот, что делает этот свисток. Жду. Боевая видеокарта, она пламенем хуячит, что ли, от нагрева? Указаний. Пизди его. Рик, он сдох. Ой, неплохо, ты его бафнула. Вы не знаете, как вернуть на начи? Хм, нужно что-нибудь редкое. Если ты оторвешь какую-нибудь часть от фапута, я думаю, ты сможешь обменяться. Хотя не думаю, что это возможно, но булки в руки вперед, бывайте. Недавно я видел одну фапуту. Ну, я за ней. Одну фапуту. Да, да. Все люди фапута иногда. Или почти все. Ой, а кто вообще такая фапута? Те, кто говорят, что они не фапута, а не фапута вдвойне. Я, конечно, могу тебе рассказать, но история не для слабонервных. Да это херня, у меня на четвертом слое руку ломали, в то время как кровь изо всех щелей хлистала. Так что давай, рассказывай. Ну что ж. Когда мы прибыли на шестой слой, у нас была резкая нехватка воды. Слушай, Белов, а те роботы, которых мы недавно встретили, они не знают, где воду взять? Знают несколько мест. Но единственным безопасным является озеро в пещере неподалеку. Мм, вроде чистое и без запаха. Погоди, сначала вскипятим. И вот в приступе жажды мы все ею напились. Но мы не знали. Ирюмиюй, ты в порядке? Мне что-то жарко немного. Ты, наверное, переутомилась, сегодня тяжелый день был. Сейчас я принесу еще воды, и тебе обязательно станет легче. Да-да, да-да, да-да. Волк, вставай, утро. Да, сейчас. Ирюмиюй, просыпай. Ирюмиюй. Диарея? Прозрачная. Это яйца? Вояка! У них всех вчера был жар. Глянь на ногу. Пальцы плавятся, а затем снова затвердевают. Жар усиливается. Вояка! Ну что еще? Да, там полная жесть, я помню. Это та пещера, с которой мы добывали воду. Какая слоистая структура. Видимо, это не камень, а разложившийся труп какого-то животного. Быть может, его растворило как раз из-за того, что он пил эту воду. Вазукен, ты вообще слушаешь? Да, слушаю, слушаю. Мы либо от жажды кого не двинем, либо от этой воды. Это как между двух стульев выбирать. Другого источника-то у нас нет. Слушайте, механические, вы не знаете, что это такое? Наш искатель недавно принес. Колыбель желаний. Оно исполняет желания. Трогать не надо. Желания взрослых слишком запутаны. Говоря проще, вас перекосаёбит прям как тех. Нужен дитя. Войка, больно. Войка, больно. Возукен, слушай, давай Еремею и отдадим эту штуку. Выбора-то у нас всё равно нет. Норм. Держи. Удачи тебе. Да. Войка. Да-да. Войка, смотри. Уже совсем не болит. Вот. Со временем большинство из нас болезнь сняла с пробега. Еремею, и как ты себя чувствуешь? Нормально всё, ничего не болит. Еремею, что с тобой? Нормально всё, уже совсем ничего не болит. Да. Переменюй. Войка, смотри. Ребёнок. Да. Как красивый. На следующий день её ребёнок испустил дух. Потому что у него даже рта не было. Неужели именно этого она желала? Войка, у меня ещё один родился. Этот тоже откинулся. Она ж была, типа, непригодна для этого. Вот этого она и желала в глубине души. Хоть и была ребёнком. Завтра, что мозги ей промыли. Взрослые. Долбоящие. Да. И третий, и четвёртый. Скоро я ласты склею. Но что это за аромат? Тихо-тихо, не торопись. Доброе утро. Ну как, супчик? Полегчало? Где... Где ты достал еду? Я же говорил, что она всех нас спасёт. Что она всех нас спасёт. Ясно. Да. И куда тебя это привело? Снова ко мне. Значит, тебе нужна часть меня, чтобы обменяться на ушастую. Если выполнишь свои обещания, то по рукам. Сас. Я не совсем помню, что за обещания я тебе давал, но если ты нам поможешь, то я сделаю всё, что от меня зависит. Я согласна. Вот тебе моя рука помощи. Спидран по убийству деревни. Поехали. Что происходит? Иремия немного веса набрала. Для беременных это нормально. Да-да. Ну, не до такой степени, конечно. Да, она стала менее разговорчивой. Но она по-прежнему любила всех своих детей. Пускай даже они жили всего один день. Опа. Вазукян, не отнимай его. Там Белав плавиться начал. Его надо лечить. Ну-ка, Белав, за маму. Десятиметровую маму. Тяжело. Маму. Десятиметровую маму. Да. Да, я помню. Это колыбель желаний? Вторая колыбель желаний. Иремия чуть затихла в последнее время, и пока она не... Того. Я дал ей вторую колыбель. Да. Я... Ел... Детей. Я больше не могу. Пожалуйста, забери меня с собой. Теперь ты покемон. Своё тело, Ереми Юй. Это так прекрасно. Тима Даунов, я леваю. Дура, что ли, нас забанят? О, проснулась наконец. Как тебе моя новая прическа? В общем, это самое близкое место к разуму Ереми Юй. Ты ведь хотела быть с ней, ну так вот. Позже мы увидели её последнее желание. Последний ребёнок, который должен был нам всем отомстить. А те непонятные создания в Яме её... Приготовленные дети. Это пиздец. А почему вам фапу-то до сих... Издата история на ночь. Ребёнок после того, как её дослушает, будет спать как мёртвый. О, посмотрите это аниме. Это же дети про детей, всё такое красочное. Потом так обнять колени. И качаться. Да-да. Спор не отомстила. Она не может войти в деревню, но ищет способ сделать это. Рэк, что это у тебя? Фапу-то протянуло мне руку помощи. Буквально. А ей, ну, не больно было? Сказала, что она бессмертная, отрастёт. А как ты её получил? Фапу-то сказала, что я должен сдержать обещание. Ты хочешь, чтобы я разрушил деревню? Дырку просто сделаешь в деревне, а дальше я сама. О, ты оторвал руку фапу-то, хорош. Вот только есть одно но. Фапу-то на всех убить хочет, и поэтому даже её часть здесь расценивается как угроза. Боюсь, нашему охраннику это не понравится. Слышь, охранник, я здесь. Он всю деревню накрыл. Чё за имба? Ракете, умоляю на. Мне нравится эта деревня. Мне не нравится эта деревня. Жжёванный крот, у меня в любом случае нет выбора. И кто тут ещё им был? Здесь сейчас будет весёлая нарезка. Хватай руку и убегай. Сама ведь знаешь, что я скоро слягу часа на два. Я так понимаю, весёлая нарезка детей и вот это вот все приколы, когда мы смотрели, это походу с видосов Аймайлза. Возможно. Мы ж первые два видоса у него не смотрели. Спасибо, Рак. Ты сдержал своё обещание. А теперь вы. Мама была бесплодна, но наконец смогла иметь детей. Но вы. Вы их отнимали. Вы ели моих братьев и сестёр. Заживо! Я выполню последнюю просьбу своей матери. И расскажу всем вашим гостям. Бэй! Проснитесь и пойте, мисс Наначи. По нашей душе пришли. Я передаю тебе все свои воспоминания. Но ты ж должна быть в курсе сюжета, правильно? И пока нас тут двоих не хлопнули, уходи, пожалуйста, быстрее. Отпускаешь? Ну ладно, Митя тогда с собой забираю. То, что было создано в деревне, нельзя вынести наружу. Однако, когда силовое поле сквозь дырку в деревне дойдёт сюда, она всё равно испарится. Ну, пока, Белов. Спасибо, что усыпил. Проблем будет, не звони. Мить, у тебя ведь всё равно срок годности скоро закончится. Пускай уж лучше у меня на руках. Срок годности закончился, ёб. Да-а-а-а. Матвей, ты выветриваешься. Матвей! На ночь. Вы зачем вышли? Плюс 15 к защите. Возьми. Глупоши. Да-а-а, тем временем тут. Полный расколбас. Доброе утро, я проснулся. Слушай, мы тут со своими обговорили, что, наверное, хватит нарезки на сегодня. И так уже шведский стул. Я не помню тебе твоё реальное обещание. САС! Габуруно убили. Большой жираф его раздавил. Мама, вызывай га-гиба, дедэ. Ты защищал меня, пока Габурун был в отключке. Удары снаружи не возвращают тебе память. Тогда попробуем изнутри! Я не понимаю, о чём ты говоришь. Ну как, вспомнил что-нибудь? Сос. Сос, блядь, гораздо лучше. Вспомнил на три поколения назад. Да. И вообще, какого хрен ты сосёшь постоянно? Что это вообще значит? Но вы же сами меня учили. Я Рэг, а ты будешь фапута. А что это значит? Фапу. Фанера пушистая. А ещё после каждого предложения ты должна добавлять соус. Еее, поехали! Еее, ты не так поняла? Зачем я это сказал? О, блядь! Деревня рушится. Надо это заканчивать. Не знаю, выдержу ли я, но... Рико, бафни меня. Два ядра, два гиганта. Да хватит, поняли мы уже. Ты отправляешься в Бразилию. А где много диких обезьян? Походу. Это я забрала свисток, чтобы заточить его. Что? Зачем тебе это? Человеку внутри было тесно. Это как взять руханы на три размера меньше, понимаешь? Так это твоя мама? Да, мне кажется, и пора худеть. Пока мать жива, жители внутри будут пожирать её. Поэтому я и хочу их выстегнуть. Но ребёнок ведь не может родиться обратно. Так и я не могу войти внутрь. Рэк, ты говорил, что твоя рука... Я бы рад сделать лишнее отверстие в деревне для тебя, но у меня в руки батарейки сели. Надо наверх сходить подзарядить. А ещё, Рэк, моя мама всегда мечтала о детях. И когда ты вернёшься, давай тоже... Братан, я тебя понял, всё будет. Ну давай на всякий случай закроем эту тему, пока наш тонкий лёд не треснул. Знаешь, твой метод возвращения памяти путём избиения понемногу работает. Но Фапу-то, ты ведь сожжёшь себя в этой погоне за местью. Аргумент так себе, я понимаю. Может, подскажешь мне, как тебя остановить? Я уже не знаю. Рэк, ты такой... Опездал. Р... Рэк. Эй, ты очкошник. Это ведь из-за тебя Рэк ничего не помнит. Габа! Какого хрена? Рэку это не понравится. Успокойся, Фапу-то. Не что так успокаивать, как смерть дорогого тебе робота? Спасибо, Габарон! Слушай, ты можешь ещё раз думать, пока у него анальный невроз не начался? Я не могу. Пружка в ней сети. Я разорву! А затем ещё раз разорву! Так, алё, это чё? Салам, Алексус! Смотрите, какого покемона я приручила. Нормально, да? Как сильно пахнет мамой. Так ты один из тех, кто ел моих братьев! У меня для тебя подарок, Фапу-то. Затянись поглубже. Что это? Что? Что это за воспоминания? Вкуси мои печали. Ну, на это моё полномочие всё. Просто куча жести. Защита деревни тоже. Вообще, дизайны всего. Ну да. Ну и, конечно же, символизм в стиле Гигера, естественно. Я смотрю такой, думаю, да. Чё-то как-то получилось не то, что переозвучка, а реально бездна за 40 минут. Кстати, знаешь, шалость Гигера с яйцами ксеноморфов? Вот ты помнишь, какая у них поверхность? Ну, типа, крестиком. А поверхность у них была. Похоже на вагину. Только они ему сказали, что это не цензурно. Он такой, ну ладно, я вам сделаю более цензурную. Это более пакостливую поверхность. Что, анус им сделал? Окончено. 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 Это моя дубльчат. Да, да. Мяк. Кучница. Это был мой... сценарий. Чё, вылупились, Ро? Ты наше всё, Фаопута. Что? Говоря на чистоту, нас всё равно скоро снимут с пробега. Так что давай, кушай пока свежее. Ах, хилка. Я тут поняла, что сценарист, придурок, не объяснил мне всю ситуацию. Теперь я сама решаю, что мне делать. Ты наконец проснулась? Где это я? Ты опоздал, Рико, теперь я транспортировщик. Так вы пытаетесь делать выводы по тому, смотреть это аниме или нет, по сорокаминутной нарезке второго сезона, который надо понимать, чтобы понимать, надо смотреть, собственно говоря, первый сезон и фильм. А тут вообще, на самом деле, без знания контекста много чего не поймешь. Мы-то смотрели, все. Если бы аниме не смотрели, я бы не стал смотреть, ну, мы бы этот видос не стали смотреть, потому что ни хрена было бы непонятно. А где Рэг и на Начи? Оглянись. Что за папа-то кричит? Рико, нас призывают. Ну что ж, здоровья погибшим. Я должна помочь детям. В Узукен, мне, черт пойми, куда унес, а сам выветрился. В деревне дыра, все созданное здесь испаряется. Ну, хорошо, что я все еще человек. Мне это не грози. Что за... А вот о задувающем проклятии я не подумала. Войка, вот ты где! Черт, не успела. Потекла женщина. Ну, ничего, я знаю, куда тебе надо. Что это, блядь? Давай! Я ему там все органы взъебнул, а он все еще на ногах. Ну что ж, думай, ду- Папа-то! Тебе что надо? Вскле... Ты их вроде как звала. Иди, я тебя под меню. Да-да, под меню, конечно. Я-то с одним не могу справиться. Тут два этих педанта. Нужно дунуть. Поняла. Рико, так сегодня больше не дуть Передуло Короче, если я вас съем, то стану сильнее Мы уже поняли, приятного аппетита Блин, зашибись, замена Ну, по факту Надеюсь, дорожники меня простят Мама Чистые спецэффекты наших детских игр БАХ, ТЫЩ, ТУДУХ Мои уполномочия на этом все окончили БАХ 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 Не состоялось БАТАИТА Мама Мама Мне приснилось, что мной управлял какой-то придурок. Фа-фа. Я узнаю тебя. Ты что-то совсем скис ломать. Все жители выветрились. Немного жалко, конечно. На начи! Не переживай, мы тоже переживаем. Да, умеешь подбодрить. Я тоже рад, что тебя встретил. А, да, точно, уж совсем. Здоровья погибшим. Габарун говорил, что всех откинувшихся надо закапывать. Габарун. Габа. Фапута, Фапута, а давай с нами на дно. Это прозвучит немного грубо, но тебя же тут больше ничего не держит. Да на кой черт, ты же меня все равно не помнишь, суслик. Я тебе запомню. Вот почему сос и сус, да? Потому что он суслик. Да, да, да. Запомнишь? И буду помнить, пока не вы помню. Да, никто бы лучше не сказал. Ну ты пойдешь или нет? Просто вся история о том, как Рэк себе собирает разнообразной горе. Я подумаю. Думай, думай быстрее. Давай, помогу тебе думать. Похоже, ему нравится его новая меховая шапка. Вот так кучка детей и положила всю деревню. Оттряхнулась, да и пошла дальше. Конец. Стоун 3 за 15 минут. Удаленные пересказы, полные версии пересказов и эксклюзивные озвучки, которых нет на этом канале, на моем цене. Подписывайся. Это было образное выражение. О, все, уже поздно. Не надо смеяться, хватит. Маджи-каджи, поехали. Куда? Кей. Мы прокачали эту каджу. Пермию чуть затихло в последнее время, и пока она не того, я дала ей вторую кобылу. Кобылу дал ей вторую, блядь, закусина. Ты че, за мной следил? Юй, пи-ай. Что? Рика, Рика, Рика. Рики, я текст не могу найти. Как сильно пахнет. Я забыл, кто озвучивает. Ну, не то, чтобы разрывные 40 минут, Риле получился больше именно пересказ-пересказ. Кратенький, но с рофлами. Зато такие видосы помогают освежить память перед просмотром чего-то, ну, продолжение. Ну да. Спасибо за просмотр. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok